С нами на связи Владимир Фисенко, политолог Владимир Вячеславович. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Рады видеть. Здравствуйте. Доброе утро. Владимир Вячеславович, вы смотрите, мы так обозначили эту историю. Рамштайн-13, встреча министров обороны НАТО. Ключевые решения. Какие они, по-вашему, и если говорить о ключевых решениях, каким изменениям на фронте, на линиях противостояния они должны привести уже в обозримом будущем, в ближайшей перспективе, по вашему мнению? На самом деле, главные решения, они, кстати, может быть, меньше в центре внимания, они касаются обеспечения потребностей вооруженных сил Украины в наступательных действиях летом этого года. Вот это главное. И это видно, например, по оборонному пакету, который предоставляет сейчас Украине Соединенные Штаты. И, судя по всему, вот то, что, скажем так, согласовывалось на нынешнем Рамштане, на 13-м Рамштане, оно тоже касается потребностей Украины в наступлении. Ну и на стратегическую перспективу, конечно же, самое главное решение, я не шла речь в вашем репортаже, они касаются коалиции истребителей, коалиции F-16. Это, конечно, решение, они носят такой, я бы сказал, организационно-технический характер. Но это как раз то, чем занимается Рамштайн. Это решение о начале обучения украинских пилотов. Уже сейчас согласованы, где и как это будет происходить. Ну и дальше уже будут, я думаю, что это решение, которое будет приниматься, видимо, в конце лета, в начале осени, решение о том, какие страны, в каком количестве будут поставлять нам первые партии F-16. Вот это самое главное. Но я обращу внимание на другое. Мы как-то привыкли рассматривать Рамштайн, деятельность платформы Рамштайн именно в таком режиме событий, вот как сейчас, очередной Рамштайн. Но это уже 13-й Рамштайн. Платформа работает больше года, работает как часы. Это механизм, это инструмент. Вот в этом я вижу главный смысл Рамштайна. В его регулярности и то, что это, кстати, работает не только раз в месяц. Может быть, не все знают, но платформа Рамштайн имеет свой логистический центр и свои подразделения по Европе. И ежедневно, ежечасно логистически работает эта система. Согласовывается, с какой страны, в каком количестве, по каким маршрутам происходит поставка конкретных видов вооружения. Вот сейчас, например, вот тоже одно из решений. Вроде бы оно такое тоже будничное. Я вообще считаю, что нынешний Рамштайн, он будничный. И в этом его главное преимущество. Вот НАТО бы так работало по отношению к Украине. Да, а пока работает и очень хорошо работает Рамштайн. Вот Испания предоставляет нам партию, несколько танков, леопарды, партию броневых машин, боеприпасы. То, что сейчас нужно. И нужно, кстати, в первую очередь. И значение, на мой взгляд, сейчас это гораздо больше имеет, чем даже решение о подготовке пилотов на F-16. Боеприпасы. Вот такие решения, они имеют самое главное значение. И Рамштайн только определяет главные потребности на ближайшую перспективу, на ближайший месяц-два. А дальше уже идет, собственно, работа по выполнению. И работа эта происходит в ежедневном, ежечасном режиме. И хочу еще озвучить информацию, которую я хочу с вами впоследствии также обсудить. До июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников после заседания 13-й встречи контактной группы в формате «Рамштайн» в Брюсселе. И также обучение будут проходить инженеры, техники. По словам министра, после этого отдельные страны смогут объявить о готовности предоставить Украине самолеты. Услышим цитату и продолжим обсуждение. Мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей. Учения украинских пилотов начнутся на истребителях F-16. Тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания, а затем присоединятся и другие страны. Мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров. У нас будет опция тестировать там возможности. Владимир Вячеславович, и тут вот интересно. Партнеры Украины, безусловно, не единожды заявляли с уверенностью, что они будут поддерживать Украину до последнего, до конца, до завершения этой войны. Но, безусловно, каждому украинцу хотелось бы, чтобы не пришлось поддерживать долго, а чтобы мы уже скорее говорили о восстановлении Украины, чем о завершении войны, чтобы действительно эта победа была как можно ближе. И вот Ллойд Остин, шеф Пентагона, если можем так сказать, не так давно заявил, что у Украины достаточно хорошие сейчас шансы, достаточно сейчас хорошие позиции на поле боя. И вот вследствие этого заявления, также если это связать с помощью, о которой говорят наши партнеры, можем ли мы предполагать, что также наши партнеры сейчас, как никогда, заинтересованы в том, чтобы вот это вот будем поддерживать до последнего, не затягивалось уж слишком долго? Вы знаете, я вам скажу сейчас очень парадоксальную вещь. На самом деле, для нас было бы очень важно, чтобы работа Рамштайна не закончилась после нашей победы, а чтобы она продолжилась после нашей победы. Потому что это будет одна из гарантий, одна из весомых гарантий нашей безопасности. Кстати, отмечу, что параллельно с Рамштайном в Брюсселе была встреча министров обороны стран НАТО. И на этой встрече, насколько известно, обсуждался вопрос о гарантиях безопасности для Украины и также вопрос о формате будущей перспективе присоединения Украины к НАТО. Вот что важно. И Рамштайн в этом плане, я считаю, его нужно сохранить и после нашей победы. А то, что такая заинтересованность есть, ну, вне всякого сомнения. Если бы не было в этом потребности у наших партнеров, не было бы и Рамштайна. Рамштайн, конечно, появился вот немного более года назад в очень сложное для нас время. Я напомню, май-июнь прошлого года, ну, фактически с конца апреля прошлого года, россияне начали наступление на Донбассе, в Луганской области. И нам тогда не хватало артиллерии, тяжелого вооружения, не хватало снарядов. И вот именно в это время был создан Рамштайн для того, чтобы обеспечить наши текущие потребности, чтобы восстановить наш военный потенциал, и чтобы мы смогли тогда выстоять перед этим наступлением. А потом уже пошагово решались и другие потребности. И вот сейчас новый этап. Фактически ведь сейчас начинается летняя военная кампания. В чем ее отличие от того, что было раньше? Зима и весна. Ну, зима были атаки на нашу энергетику, зима тревог была, осень, пора ожиданий. Но тоже были тяжелые бои в районе Бахмута. А сейчас Украина уже берет на себя инициативу в военных действиях. Начинается летняя кампания, наступательные действия. Их надо обеспечить. Обеспечить, в первую очередь, боеприпасами и наступательным оружием. Поэтому, естественно, наши партнеры заинтересованы в том, чтобы мы победили в этом главный, я бы сказал, смысл и главная миссия Рамштайна. Именно на это и работает коалиция платформы Рамштайн. Давайте далее поговорим о заявлениях, в частности, которые были сделаны представителями НАТО. Украина перешла в контрнаступление. Военная помощь стран Североатлантического альянса важна для успехов на поле боя. Об этом генеральный секретарь альянса Йен Столтенберг заявил перед встречей в формате Рамштайн. В СУ добиваются успехов, и Украина способна освободить оккупированные земли. Фокус будет и был на том, чтобы обеспечить поддержку в том, чтобы убедиться, что все системы, которые уже там, работают хорошо. Что достаточно боеприпасов, запасных деталей, обслуживания и ремонт. Что есть все необходимое, чтобы поддержать во время всего наступления. Мы не видим никаких сигналов от президента Путина, от России, что они вообще готовятся к миру или к настоящим переговорам. Но одновременно мы знаем, что чем больше территорий Украина сможет вернуть с помощью этого наступления, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров. Владимир Вячеславович, как вы оцениваете вот это заявление Столтенберга? Получается, что они до сих пор привязывают какие-то возможности переговорных позиций с учетом тех территорий, которые могут освободить вооруженные силы Украины. Ну, а не опрометчиво ли это? И почему, как по мне, страны НАТО, и в частности, ну не страны НАТО, в частности, Йенс Столтенберг, да, ну, они до сих пор, да, оставляют определенную, знаете, нишу, такую лазейку для кремлевского преступного террористического режима, для этого мирно-переговорного маневра? Вот я с вами не соглашусь. Пожалуйста, ну, так получается, если... Я так про так рвану. Я поясню. Да, да. Я поясню. Вот мы до сих пор живем в иллюзиях, что вот мы освободим все оккупированные территории, выйдем на границы 91-го года, и война сама собой закончится. Нет. Как раз Столтенберг об этом и говорит. Как раз он об этих иллюзиях и говорит. Так правильно. Именно поэтому переговоры придется вести. Вопрос как и на каких условиях. Да. Нам придется договариваться. С Россией, кстати, придется договариваться, а не с кем-то еще абстрактно. Придется договариваться после того, как мы выйдем на границы 91-го года. Хотя, возможно, я вам честно скажу об этом, возможно и другой вариант, к сожалению. Промежуточный вариант. Но вариант, может быть, не такой феерично победный, который бы был лучшим для нас, к сожалению. Потому что нам, может, и не хватит ресурсов для того, чтобы освободить все оккупированные территории, ну, допустим, в этом году. И, может быть, придется в несколько этапов освобождать. Но даже выходим на границы 91-го года. Нам надо будет урегулировать вопросы использования Керченского пролива, обеспечение безопасности акватории Черного моря, восстановить безопасность воздушного пространства, договариваться о прекращении взаимных обстрелов, в том числе в районе границы, чтобы не было воздушных атак на Украину. Поэтому, даже если нам не нравится сама возможность переговоров с Россией, переговоры неизбежны. Вопрос, как они будут идти и на каких условиях. Вот стратегия Соединенных Штатов и Столтенберга, и стратегия Запада, НАТО, она в том и заключается, чтобы через успешные военные действия Украины, через освобождение оккупированных территорий, принудить Россию к переговорам на украинских условиях. Чтобы Россия вынуждена была признать сам факт освобождения оккупированных территорий. А сами переговоры, кстати, могут идти и не напрямую. Мы же видели, как, например, договаривались о зерновом соглашении. Это был параллельный процесс. Мы не вели переговоры напрямую с Россией. Переговоры шли через посредников. Ну, в том случае, через Турцию и ООН. И соглашение было достигнуто. Я думаю, что похожая модель будет и после завершения военных действий. Не обязательно, что будут какие-то прямые переговоры. Я не думаю, что будет встреча двух президентов, которые должны там будут что-то согласовывать. Так думали в марте прошлого года. А сейчас, я думаю, это будет развиваться совсем иначе. Вот по такой, скорее, параллельной модели. Но оформлять окончание войны, даже, например, в соглашении о прекращении военных действий, придется для того, чтобы, например, не было обстрелов украинской территории. И чтобы мы закрепили сам факт освобождения оккупированных территорий. Владимир Чеслович, ну, смотрите, я тут вас, как бы, с вами даже не дискутирую, потому что я с вами согласен. Да, это один из вариантов, который может помочь, да, выйти на переговорный трек. Да, тут вообще не вопрос. Но, грубо говоря, все говорят, после победы или освобождения территории. Но я себе слабо представляю, что нынешний кремлевский путинский режим прекратит обстрелы территории Украины после выхода в ВСУ на границе 91-го года. Да, вот вопрос. Ну, он же не остановится. Ему нужно уничтожить Украину. Украинский режим. Режим Зеленского. Будь он проклятый. Понимаете, он не остановится. Вот у меня вопрос возникает тогда, да. Каким образом нам подходить к решению к этой проблемы? Я понимаю, что я забегаю наперед. Я понимаю. Но мы уже сейчас можем, в принципе, моделировать ситуацию, на которой мы можем выйти так или иначе. Конечно. И я думаю, этим уже занимаются. Ну, надеюсь, во всяком случае. Но эксперты этим уже занимаются. Я надеюсь, занимаются и соответствующие экспертные службы и в наших государственных структурах, и на Западе. Так вот, да, конечно же. Вот в чем и заключается стратегия Запада? Принудить, ключевое слово принудить, российскую власть к переговорам с позицией силы. В данном случае и Украина, и Запад будут выступать с позицией силы. Сейчас не та ситуация, когда, конечно же, Путин, там и путинский режим на это согласится. Так вот, какие опции, какие варианты могут быть? Во-первых, ну, сам факт того, что вот пришлось уйти с территории Украины, это поражение, это может вызвать политический кризис в России. И, кстати, если этот кризис возникнет в процессе наступательных действий Украины, это может облегчить нам, это был бы идеальный вариант, это может облегчить освобождение Крыма, Донбасса. И тогда, конечно же, уже в процессе политического кризиса, может быть, не надо будет и оформлять само соглашение о прекращении огня, им просто будет не до нас, они между собой начнут разбираться. Это вот один вариант, такой идеальный для нас. Другой вариант, после поражения придется признать, может быть, не сразу, придется признать де-факто новое положение дел. А для того, чтобы не было продолжения военных действий, ну, скажем так, может быть, придется продемонстрировать. Нас будут обстреливать, мы будем наносить ответ на удары. Эти удары должны быть чувствительны по российской территории. И тогда уже и наши западные партнеры должны будут признать, что раз Россия продолжает нас атаковать через границу, мы должны отвечать. И, кстати, некоторых из западных партнеров, министр обороны Германии, даже Германии, он признал, что и Украина имеет право атаковать военные объекты на территории России, если они наносят удары по Украине. Вот вам тоже вариант принуждения. И я думаю, что так или иначе, может быть, не сразу, но Россия вынуждена будет согласиться на признание новой реальности. Вот как они говорят, они хотят нынешнюю реальность закрепить, а я думаю, что рано или поздно придется признать новую реальность освобождения оккупированных территорий. Усталость от войны в России уже тоже чувствуется. Желание выйти из войны, участие российских элит есть, мешает Путин. Но тогда либо надо принудить их решить проблему Путина, я имею в виду российские элиты, либо сам Путин вынужден будет признать новой реальности. Поэтому я в этом плане скажу так, умеренный, но оптимист. Я думаю, что рано или поздно под военным давлением, именно под военным давлением, Россия вынуждена будет согласиться на тот или иной формат мирного регулирования с признанием ухода из Украины. Я предлагаю продолжить эту линию. Вы сказали, что в России, вероятно, начнется политический кризис, по крайней мере, есть такие шансы после того, как она потерпит поражение в Украине. Но мы же понимаем и видим, у кого сейчас есть политические амбиции, по крайней мере, из тех, кто явно об этом заявляет. Есть на самом деле люди, которые предположительно готовы будут что-то созидать и работать над ошибками. Возможно, еще неизвестно какими путями, но тем не менее о таком заявляется. А есть такие люди, как Пригожин, которому также приписывают такие вот амбиции достаточно немалые, едва ли там не возглавить Россию, опять же. И мы, безусловно, после победы займемся восстановлением. И Украина, в принципе, занималась своим развитием и дополномасштабным вторжением России. И вот как бы нам не повторить, скажем, ту ошибку, что мы сконцентрированы будем в любом случае на себе, и это правильно, но стоит ли нам каким-то образом либо пытаться влиять, либо пристальнее следить за этим самым политическим кризисом, а главное за его исходом в России? Ну, во-первых, про восстановление. Это, думаю, тема будет для нашего разговора и с вами, и с другими журналистами на следующей неделе, чуть позже. В Лондоне будет конференция, посвященная этому. Я думаю, тоже, как и в случае с Рамштайном, это не последняя такая конференция. Там тоже создается коалиция в поддержку восстановления Украины. Ну, собственно, коалиция уже существует, она уже работает по решению проблем, это называется фаст-трек, это восстановление тех объектов, которые уже разрушены в условиях войны, их надо быстро восстанавливать. Этим уже занимаются, но там согласовывается и модель, и вот так называемый план Маршала-2 для восстановления Украины после войны. То есть эта работа тоже идет, и вот это будет тема уже новой конференции, другой платформы на следующей неделе. Что касается России, вне всякого сомнения, я об этом неоднократно говорил, мы должны вместе с нашими партнерами активно влиять на процессы внутри России, на изменения, которые должны происходить внутри России. Кстати, на Западе над этим уже работают. Вот были встречи с российской оппозицией, их пытаются объединить, их пытаются, скажем так, подтолкнуть к тому, чтобы они координировали свои действия, действовали более активно, не так пассивно, как сейчас. Я думаю, что налаживаются неформальные, неофициальные контакты и с отдельными прагматичными людьми в нынешней российской власти. Но у нас тоже, насколько мне известно, тоже думают эксперты и политики над тем, какую Россию мы хотим иметь после войны. Для многих в Украине хотели бы, чтобы произошел распад России. Стихийно это не произойдет. Я вот склоняюсь к тому, что вот вы о Пригожине упомянули. Более вероятный вариант это возникновение внутреннего политического кризиса, ну, иногда используют такой исторический термин, смута. Война всех против всех внутри России. И мы же видим, вот, Пригожин уже вывел свою армию, он потерял большую часть вот этой зэковской армии, но какое-то ядро сохранил, вывел его. Он не хочет подписывать контракты с Минобороны, ну, формально из-за своих амбиций и конфликта с Шойгу, но он хочет сохранить свою армию на будущее. Вот для борьбы как раз за свои политические интересы. Кадыров тоже, ну, под благовидным предлогом защиты Белгородской области выводит там свой батальон Ахмат, выводит его в Белгородскую область, опять-таки понимая, он потеряет своих бойцов в нынешней войне против Украины, потому что потери у них огромные, поэтому хотят сохранить. Вот они готовятся уже вот к этой будущей войне всех против всех, где они друг с другом будут воевать. А мы должны влиять на этот процесс, мы должны влиять и на процессы в Беларуси. Вот я буквально на днях встречался на одном мероприятии с представителями белорусской оппозиции. У нас присутствуют представители белорусской оппозиции, это и полк Калиновского, воюющая оппозиция. Есть и представители Светланы Тихановской. Вот с ними надо будет работать для того, чтобы обеспечить демократические изменения и в Беларуси. Поэтому действительно для нас это крайне важный процесс. Мы должны способствовать демократическим изменениям в России, а также, чтобы Россия перестала быть империей. Тоже задача максимум. Это не сразу удастся решить, только при благоприятных обстоятельствах, но цель уже тоже сформулирована. И в Украине, кстати, сформулирована. Денуклеаризация России. Лишение России ядерного оружия, чтобы она не могла угрожать ни соседям, ни миру. Поэтому стратегические эскизные цели, они уже сформулированы. Я думаю, что есть и определенные, скажем так, планы действий по отношению к России. Поэтому, да, нам надо просто готовиться к этому. И, естественно, мы будем сконцентрированы не только на себе. Нам надо будет после победы способствовать демократическим изменениям на постсоветском пространстве, включая Россию и Беларусь. Абсолютно. Ну, такой, конечно, непростой процесс с разными обстоятельствами, с разными ситуациями и разными составляющими. Владимир Вячеславович, спасибо вам за разговор. Благодарим за этот анализ в эфире телеканала Freedom. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на связи.